Продолжение следует... Сейчас мы рассмотрим последнюю книгу Ветхого Завета, книгу пророка Малахии. Имя Малахия означает Божий посланник. Он пророчествовал в очень интересный период истории народа израильского. А этот период относится к тому времени, когда храм уже был восстановлен под руководством Зарававеля. А 516 год до нашей эры. Дальше история продолжалась. И примерно в 445-450 годах до нашей эры. Ниемия пришел из Суса, столицы Персидской империи. И ему было дано поручение восстановить стены вокруг Иерусалима. И он успешно это поручение выполнил. Книга Ниемия очень интересна для прочтения. Если вам необходимо более подробно ознакомиться с историческим фоном пророчества Малахии, тогда лучше всего прочесть еще раз книгу Ниемии. В книге Ниемии мы читаем о том, что он вынужден был покинуть Иерусалим и вернуться в Сузы. Чтобы послужить там царю, в Артар-Серсу, по-моему, да, еще какое-то время. А в конце книги Ниемии мы читаем о том, что он обратно возвратился в Иерусалим. А мне представляется, что Малахия писал свое пророчество в то время, когда Ниемии в Иерусалиме не было. И когда он был в Иерусалиме, там было послушание и верность закону. А когда его не было, все как бы развалилось. И вот как раз в это время Малахия начинает обращать внимание народа на те проблемы, которые существовали в то время в обществе. Особенно в Иерусалиме. Книга очень живо написана. Мне кажется, она содержит в себе такую большую силу. И в то время, как Захария называет Господа Господом Саваофом, Малахия в основном предпочитает называть Господа Иегова, или Яхве. Будем читать стихи 1 и 2 главы. Пророческое слово Господа к Израилю через Малахию. Я возлюбил вас, говорит Господь. А вы говорите, в чем явил ты любовь к нам? Не брат ли Саваакову, говорит Господь. И однако же я возлюбил Иакова. И так Бог начинает с того, что Он провозглашает свою любовь к Израилю. А здесь рисуется образ диалога, который ведется между людьми и Богом. И люди взирают на Бога и вопрошают. В чем явила ты любовь к нам? А если бы вам пришлось доказывать любовь Божию к Израилю? А какие бы улики вы предоставили? Ну я думаю, тут как бы возмущение такое, наверное, ну как было, это посмотреть, если бы, что были в Вавилонском плене, взял и увел, ну какая тут любовь, покорил их более сильный народ. То есть, вы сначала предоставляете не улики в пользу Любви Божией, а пытаетесь... Ну, пытаемся вникнуть ситуацию. Да, он пытается понять, что ситуация может быть. Ну, можно, конечно, посмотреть в историю и сказать, что от рабства египетского избавил из Египтового велосипеда. Одерживал Израиль ряд побед над более сильными народами. Давид был царем, который хорошо управлял государством. Также помимо него были еще другие цари, и они тоже благочестивые. Ну, как бы такие вот исторические свидетельства, их можно много перечислять. Верно, свидетельств действительно много. А люди просто забыли о них. И вот Бог пытается доказать каким-то образом, что Он любит Израиль. И приводит при этом свои аргументы. И первый аргумент, что Он возлюбил Иакова, не Исава. И это возвращает нас в 25 главу книги Бытия. Когда Исава и Аков родились. А это были близнецы, как вы помните. И вы помните, что они боролись еще во чреве матери своей. И Аков родился первым. И Аков удерживал его за пету. И Господь сказал, что благословит младшего, а не старшего. С самого начала третьего стиха Малахия как бы от лица Бога говорит, А Исава возненавидел. Давайте очень внимательно отнесемся к этим словам. Возможно, в Библии говорится, что Бог с эмоциональной точки зрения ненавидел. То есть испытывал определенную эмоцию по отношению к Исаву. Но мне представляется, что дело здесь не в этом. А в иудаизме есть такая история о человеке, который выбирал обувь. Выбирал из двух пар обуви и выбрал определенную, ну, одну из них. И когда он сделал свой обувь, он сказал, эти, эта обувь мне нравится, а эта обувь я ненавижу. И это означает то, что я люблю, что выбираю. А, соответственно, если не выбираю, то ненавижу. Как бы противоположные вещи. Давайте также помнить, что это утверждение о ненависти было сделано спустя 1500 лет после неповиновения Идома. И в то время, как мы читаем эти стихи и вспоминаем историю Иакова и Исава, мы просто не можем не вспомнить о том народе, который произошел от Исава, о ядомлянах. Поэтому расширенная версия слов Божьих может выглядеть примерно так. В самом начале я избрал Иакова, а не Исава. И причины, по которым был сделан именно этот выбор и предпочтение было отдано именно Иакову, здесь не приводятся. И после вот этих всех лет неповиновения, непокорности Исава и ядомлян, я уже стал ненавидеть этот народ, как ненавижу любой нечестивый народ. Мы не можем винить Бога за то, что Он не избрал Исава. Потому что Бог не обязан благословлять какой-то конкретный народ или какого-то конкретного человека. Итак, Бог не только возненавидел Исава, мы также здесь видим будущее и судьбу народа и домского. Будем читать 3-4 стихи. И предал горы его опустошению, владение его шакалом пустыни. Если и дом скажет, мы разорены, но мы восстановим разрушенное, то Господь Саваоф говорит, они построят, а я разрушу. И прозовут их областью нечестивую, народом, на который Господь прогнивался навсегда. Итак, здесь написано о том, что земля и домская будет опустошена и станет пустынью. И домляне потерпят военное поражение. На протяжении веков мы следим за историей развития народа и домского, и их завоевывали египтяне. Они терпели поражение от халдеев, от персов, от набутеев, наверное, от макавеев, и, наконец, от римлян. И когда римляне истребили едемлян, это и было конечным, последним, полным исполнением пророчества. И это был конец народу едомскому. Но в пятом стихе мы читаем о том, что будущее народа израильского светло и прекрасно. И увидят это глаза ваши, и вы скажете, возвеличился Господь над пределами Израиля. Вот в этих пяти стихах как раз и содержится доказательство того, что Бог возлюбил Израиля. И это создает некий фон такой последующим упреком, который Малахи высказывает в адрес народа израильского. Поскольку, несмотря на Божью любовь к Израилю, они на эту любовь, в любовь и не отвечают. Ищите нас в поисковых системах по запросу ТВ-семинари. Субтитры создавал DimaTorzok